всем привет мы начинаем новый влог давайте сейчас вам покажу вот эти губки уже сейчас буду их распаковывать это губки на на пятки не губки а пенза для стоп купила на вал борис мне нужны были вот такие вот пенза я не помню именно такая у меня когда-нибудь была или нет но на них очень хорошие отзывы в общем мне нужно было что-то типа такого чтобы иметь возможности когда я вот вечером лягу сейчас ванну буду принимать ванной отшеркивать себе пятки мне просто нравится именно такой формат а деревянные пемзы на ручке и тому железные металлические они мне не нравятся я люблю именно вот такие так что сейчас их распакую вот достала одну штуку они прям такие сыпучие на пальцах остаются я думаю они будут быстро выходить из строя но посмотрим как они будут работать смотрите это лягушка что ли только она почему-то не движется бедненькая что с тобой случилось то умерла я хочу выйти посмотреть она умерла или нет ой нюша замолчи вот так вот она себе ведет если кто думал что это очень приличная собака то нифига ой девочки но это блин ты чё мертвая ой она еще девочки живая лягушка я ее сейчас отнесу в траву так ключи положу отсюда я ее пойду в лесочек отнесу она еще живая а его я она такая у нее косточки господи ой там пожалуйста ты чё причем она еще живая я ее унесу вон туда ой живая живая подожди видите шевелиться лапочками сейчас сейчас моя деточка я тебя отнесу вон туда вы ничего не видите я ее в травку она наверное все смотрите у нас там фонарики это я вышла вообще в пижаме вам меня не видно я делаю пижаму пошла спасать лягушку сейчас приду надо вымыть руки где-то бешеная псина моя это вот я девочки вешала белье и увидела вот лягушечку ключи все я ее спасла все я их спасла надеюсь она выживет они иногда вот тут на дороге встречаются жуки которые не могут заползти на бордюр и уйти в траву лягушки я им вечно помогаю запрыгивать тоже на бордюр в траву у нас же тут лес рядом и вот они все оттуда идут а найти дорогу назад не могут из-за солнца на асфальте они все умирают приходится спасать доброе утро сегодня мне на работу к 12 я и люблю и не люблю когда так люблю потому что вот у меня считает половина дня свободно я встаю в то же время что и всегда то то есть в 6 6 30 сейчас стало в 6 вставать чтобы больше дел успевать потому что реально ничего не успеваю вот уже тоже сделала йогу свою десяти минутную я в телеграме рассказывала что теперь перешла на другой режим тренировок с утра у меня 10 минут йоги и вечером 15 даже после работы но это каждый день то есть мне кажется что это будет гораздо эффективнее потому что забываю немножечко иногда когда у меня выходные занималась же только выходные по 30 минут но когда такие занятые дни я иногда просто забываю и это плохо я не хочу забывать я хочу делать это каждый день поэтому а 10 15 минут в день выделить гораздо проще чем 30 правда же поэтому я стараюсь а не люблю работать с 12 я потому что просто автобус у меня нет 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 автобуса к этому времени и мне приходится например мне к 12 ехать 30 минут максимум за час приезжаю то есть ночью до вас выгнать его опять пришлось балкона сегодня обещал меня отвезти и в прошлый раз отвозил поэтому все нормально сейчас я буду завтра сейчас покажу что я буду кушать сегодня у меня к 6 геркулеса сварила на молоке наполовину с водой также у меня два бутерброда с сыром с маслом овощи как я говорила всегда у меня в процессе еды до с каждым приемом пищи и вот такие нектарины взяла можно конечно мысли посещает покрошить их в кашу но если честно я фрукты люблю просто вот в чистом исполнении я не люблю никуда их добавлять я не люблю сок из фруктов свежевыжатый я люблю просто фрукты для меня это самое вкусное ну еще естественно будет чай чая потом налью когда я уже поем так что все приятного мне аппетита и вам если вы тоже кушаете сейчас включу что-нибудь на ю тубе и буду завтракать показываю что взяла с собой на работу на обед здесь у меня просто макароны сыром было лень там что-то еще мясное туда добавлять да и мясное я не очень люблю спокойно могу обходиться огурцы помидорка она это будет один обед а на второй обед нужно что-то купить потому что мне лень что-то еще с собой носить я беру с собой вот такой второй этап биочистки организма потому что первый пьется утром 2 днем 3 вечером и вот как раз 2 я пью на работе здесь у меня это уже конечно не обед это то что я с собой тоже таскаю использую на работе если меня зубная щетка зубная паста потому что я чищу зубы после еды всегда и на работе в том числе rocks отбеливающая неплохая эффекта пока особо не вижу вот это вот масло пихты нашу с собой тут у меня его уже кстати немного осталось и вот этот колпачок до беру с собой в него капаю разбавляю водичкой и полощу рот после чистки моя косметичка в которой в принципе все по-прежнему крем для рук сейчас вот такой это рефлейм он мне очень нравится пудра которую я когда-то в том году купила на вайлберис все никак не могу ее потратить дурацкая мне очень нравится карандаш для кутикул от faberlic использую на работе тоже каждый день ухаживаю за кутикулой кисть от faberlic для пудры маленькая расчесочка блеск на всякий случай если вдруг помаду забуду либо она мне надоест штативчик мой мини этот карандаш для губ надо убрать я не знаю это тоже это я вот все складываю потом забываю вытащить блеск для губ это не блеск это бальзам от stl secret уже тоже вот у них упаковки прям сильно страдают в таком виде становится работает просто как бальзам но имеет легкий цвет шампанского такого так это расческа мне тоже особо не нужно господи чего у меня тут сейчас волос уберу только нет это на всякий случай у меня тут лежит карандаш для глаз от faberlic цвета такого хаки просто на всякий случай лежит вдруг что-то нужно будет сделать с глазами ничего нет это тоже на всякий случай аромат в масле от эйвон какой-то даже не вижу не вижу не вижу ну и все тут еще одна резиночка и все вот это все а ну бутылка воды вот это я за день выпиваю на работе все девочки образ на работу чувствую себя черной королевой аромат вот этот вот до на трассарте все сейчас на улице быстренько еще покажусь и побежала мусор забыла обратно королевы тоже выносят мусора такая вот я обязательный аксессуар ставлю в машину а мы соль не разгрузили вчера купили соль для фильтров здравствуйте довезете меня очень дорого будет очень дорого ладно сочетемся твоя королева на месте на помоечку стандартная процедура перед началом рабочего дня обязательно склянина Solar обзавная процедура перед началом рабочего обзавная процедура передача обзавная процедура передача Сегодня беру с собой вот эту сумку от Фаберлик. Здесь два отделения, как я вам показывала. И вот в этом нижнее отделение я сложила свою еду. То, что с собой буду брать. И тут еще плюс у меня дождевик, потому что он мне вечно мешается. И удобно, что в этом отделении уже отдельно у меня косметика и все остальное, что мне необходимо. И, допустим, ключи вот сюда я сложу. Может быть и телефон туда же, чтобы внутрь не лазить. Сейчас попробую застегнуть ее. Да, вот так вот все хорошо. Так что все, я убегаю на работу. Вот, девочки, в сравнении размеры двух сумок. Вот этой она мне нравится, конечно. Но она прям маловато у меня. Потому что если еду не носить, то она в самый раз идеальна. Потому что у меня куча косметичек с собой. А вот это получше. И тем более удобно, что все-таки отдельная еда лежит. И не всегда хочется. То есть отделения нет и неудобно. Пока достанешь, я, кстати, вот так сейчас тут сижу и рассказываю вам. На улице покажу, как я сегодня выгляжу. В общем, сумкой пока довольна. Посмотрим, как будет в носке. Так, девочки, я вышла на работу. Сегодня мой образ называется деловая колбаса. Потому что я в галстуке. Он трясется. Потому что штатив выдвинула на длинную палку. Надела вот этот галстук. В тех же штанах, что и была вчера. Только на ногах не шлепки, а туфли. Деловая колбаса. В общем, деловая колбаса сегодня едет на работу на автобусе. Накрасилась тушью от Фаберлик новой. Очень даже ничего. Но я вам уже подробненько рассказала в видео о заказе Фаберлик. Вот вы видите опять мои желтые корни. Темнее закрашивать я их не буду. Видимо, буду ходить так. Ладно, в целом мне нравится. Все, спешу на работу. Ой, хочу опять в отпуск. Мне сейчас сказали, что я как модель из Кристиан Диор. Соседка моя вон там, собачка. Нюшенька, я здесь. Иди ко мне, моя сладкая. Любимая моя. Моя конфеточка. У нас сегодня такая пасмурная погода. Я такая вышла. Ой, какая хорошая пасмурная погода. Сегодня у меня выходной. Девочки, у меня такой упадок сил. Жуткий просто. Вот вчера, когда я была деловая колбаса, я утром проснулась. Чувствую плохо. Во-первых, очень хочу спать. Вообще глаза не открываются. Вода не помогла. Потом, когда кофе пила, тоже чувствую, кофе не помогает. Я просто не могу шевелиться. Зарядка утренняя не помогла. Йога не помогла. Короче, весь день на работе еле-еле я там шевелилась, работала, что-то делала. Приехала, вырубилась просто. И сегодня я встала. Ну, в девять меня вот эта вот красавица разбудила, чтобы я их покормила. Я их покормила и легла спать. В час уже глаза открываюсь. Думала, ладно, надо как-то вставать, делать дела. Потому что столько дел, времени свободного вообще нет. Просто вообще нет. А мне очень важно высыпаться, ну, спать достаточно. И очень важно прям полежать, отдохнуть, иметь возможность полежать, отдохнуть. А просто столько работы и дел, что вообще вот, во-первых, сон у меня сокращен. Это я вам тоже говорила. И полежать не получается, когда у меня выходной особо. Вот. И дало о себе знать. Сейчас тоже, как это, еле передвигаюсь. Хорошо, что муж сейчас меня свозил. По моим делам мне тоже еще кое-что нужно было сделать. Сейчас где-то пятый час. Я сейчас буду лежать. Ну, в общем, я решила, что я сегодня просто буду валяться, там, какие-то процедуры для себя делать, там, пятки почистить, пошоркать, там, эту апелляцию сделать воском. В общем, с собой позанимаюсь, а завтра уже буду дальше что-нибудь снимать. Вот. Такая сегодня я вышла, не стала даже краситься. Ну, тут у меня, конечно, сейчас видны, вот, виден этот, как, господи, даже все слова забыли. Синяки под глазами. Ну, ну и ладно. Ну, ничего страшного. Забыла же вам показать. У меня на работе у меня порвались мои кроссовки, в которых я работала на Эйковске. Они такие тканевые, классные. У них вообще ноги у меня не уставали, просто отдыхали. Может быть, за счет этого у меня ноги и не болят на работе. Но они порвались. Там маленькая дырочка, миллиметра два, но я в них уже ходить не буду. Я на Валбридж заказала себе такие кедры. Вот в таком виде они мне пришли, кусочки. Видимо, коробка совсем порвалась, по плеку, по дороге. Но кедры сами по себе очень даже неплохие. Вот кожезаменители. Смотки отдельно. Потом позже померю. Может быть, завтра. Но вы это увидите быстро. А я-то буду мерить, скорее всего, завтра. Очень даже неплохо смотрится. 764 рубля. Вообще, я считаю, нормально. Я там, правда, на выбор заказывала три пары обуви. Одни из которых самые дешевые были вот эти кеды. Потом еще там у меня лоферы и еще что-то. Я не помню. То ли кроссовки. Вот. Ну, я их выкупила, потому что мне пришли только эти. Я померила. Очень удобно. Думаю, ладно, они дешевые. Если из тех двух еще какая-нибудь понравится пара, то возьму. Но уж не стала от этих отказываться. Потому что 700 рублей, они удобные. Вообще, мне нигде пальцы не жмут. Мне вот это был очень важный размер. 40 размер я взяла специально побольше, чтобы вообще все было свободненько. Очень мягкий, очень комфортный. Слава Богу, размер я взяла побольше. Мне вообще нигде не жмет. Это самое главное. Обычно мне какие-нибудь пальцы начинают пережимать. Удобные. Идет дождь. Нюша очень не любит дождь. Она периодически останавливается и смотрит на меня. Типа, что делать, блин? Я говорю, ну ничего. Домой. Пока я еще не сильно промокла. Но нам еще идти почти весь поселок. Так что еще успеем промокнуть. Ну, прикольно все. Начался новый день. Чувствую себя. Слава Богу, сегодня хорошо. Очень рада, что у меня сегодня тоже выходной. Потому что предыдущий опыт показал, что нельзя так сильно напрягаться. Я думаю, что все произошло. Потому что, во-первых, в тот период мало было выходных. То есть, три дня работы, один выходной, два дня работы. Отдохнуть нет времени. Дел очень много. И я даже вставала специально раньше. То есть, в тот день, когда мне на работу, я вставала на полчаса раньше. Шесть часов вместо того, чтобы встать в 6.30. И в свой выходной, этот единственный, я тоже встала в то время, как мне на работу, чтобы все успеть. Потому что реально очень много нужно было сделать. И вот это все дало о себе знать. В общем, я поняла, что не надо больше так делать. Надо себя беречь. Потому что я уже давно, на самом деле, поняла, что если я о себе не позаботюсь, то вообще никто обо мне не позаботится. Поэтому все. С таким экспериментом я закончила. Буду спать хотя бы столько же, сколько раньше. И все-таки стараться отдыхать как-нибудь. Не знаю как. Вот. Значит, сейчас я буду делать свою 10-минутную йогу. И хотела вам сказать, что пока я в видео не буду вставлять музыку. Потому что я все делала в Капкуте на телефоне. Но там все у меня, сплошные жалобы пошли на авторские права. Я знаю, что можно загружать и монтировать все в Ютубе. Но это нужно включить компьютер, туда войти и так далее. Реально нет на это времени. Потому что я этим компьютером не пользовалась. Он у нас достаточно новый. И мне нужно вот этот процесс войти. Все понять, что как там делать. А реально времени нет. Поэтому, девочки, пока без музыки. Я даже на превью убрала сегодня музыку, чтобы не было жалоб. Потому что сначала не было на превью жалоб. Только если появлялась обычная, я на своих тренировках вставляла музыку. А теперь и там. Поэтому пока вообще нигде не будет музыки. Пока я не разберусь с компьютером. Ладно? Все. Будет у меня 10-минутная тренировка, как обычно, по тому каналу, по которому и всегда. Сейчас я его найду. Вот этот у меня сегодня будет комплекс. Во время менструации я просто, просто по порядку их делаю. Вот следующие у меня завтра будут, например, восстановления после родов. Совершенно не важно, какое там название. Важно, что это все полезно для нашего здоровья. Идеально для легких сырников, солнцев и полезных десенков. И на грандах только натуральные. Станьте на носки. Руки поднимите через стороны вверх. Соедините ладони. Опустите пятки на пол. Руки вдоль тела. Продолжайте движение. Прыгай. Дыхание нестану. Прыгай. 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 Давай. Поставьте стопы на ширине плеч. Руки расслаблены. Поворачивайте корпус вправо, влево так, чтобы голова и плечи совершали движение одновременно. Руки свободно движутся. Ноги прямые. Дыхание естественное. Прямо соедините стопы. Поставьте стопы на ширине плеч. Зафиксируйте грудной отдел. Совершайте круговые движения тазом против часовой стрелки. Руки расслаблены вдоль тела. Руки расслаблены вдоль тела. Теперь сделайте то же самое в другую сторону. Взберите вперед. Слегка согните ноги в коленях. Опустите ладони на пол. Упритесь руками. Удерживайте позу. Дыхание естественное. Ните прямую правую ногу назад-вверх. Опустите на пол. Продолжайте движение. Правый носок оттянут. Наблюдайте за дыханием. Дыхание естественное. Сведите стопы. Носки смотрят в стороны. Пятки вместе. Глубоко присядьте. Копчик максимально приблизит к пяткам. Руки вытяните вперед. Стараясь пальцами коснуться пола. Колено и носок смотрят в одну сторону. Стопы плотно прижаты к полу. Дыхание ровное, спокойное. Так, чтобы бедра и спина были параллельны полу. Дыхание ровное, спокойное. Заказала Нюше вот такие вот пеленки впитывающие одноразовые. Это японские марка. Вот такая вот. Пикул, наверное. Мне в последнее время они очень понравились. Они впитывают лучше всего. То есть они практически вообще не протекают. То есть если она пописала на пеленку, то вообще все идеально. Если она это сделала мимо, естественно все будет мимо. Обычно я беру, правда, 60 на 60. Но тут на Азоне увидела прям какую-то большую распродажу. То есть очень большую скидку на эти пеленки. 60 на 90. Такой большой размер. Мне не очень удобен. Но за ту цену, за которую они продавались, я решила взять. Обычно они стоят около 1000. Ну вот такой размер. 60 на 60 где-то рублей 700-800 я беру за 30 пеленок. А вот эти я взяла за 386 рублей одна пачка. То есть 30 пеленок вот таких больших 386 рублей. Я аж от жадности схватила 2. Единственное, что заметила. Вот когда 60 на 60, она полностью одной толщины пеленка. А вот эта, может быть, мне, конечно, бракованная пачка попалась. И вот сейчас у меня открыта одна пачка. Что тут не совсем равномерная плотность. Сейчас я вам покажу. Не совсем равномерная плотность пеленки. Если даже вот так я на них смотрю, вам-то не видно. Но в некоторых местах я вижу даже более плотную внутреннюю структуру. Да, в некоторых она более прозрачная. То есть, не знаю, либо это как раз был брак, из-за которого сделали такую большую скидку. Либо это во всех больших пеленках такая беда, что тяжело распределить материал на такой большой объем, на такую большую площадь. Но по скидке, ладно, вполне себе сойдет. За такие деньги, да. Девочки, вот он тот, этот деток смузи. Он у меня чуть-чуть постоял. Сейчас я его размешаю и выпью. Аромат очень похож, как будто бы кисель какой-то. Ну, я так и по отзывам читала, что так и есть. Две чайных ложки на стакан воды теплой, либо кипятка. Ну, это прям кисель. Это просто кисель и все. Он, кстати, почти не сладкий. Это очень хорошо. Говорит, человек, который пьет чай без сахара, кофе без сахара, но пожирает конфеты в немысливых количествах. Как хорошо, что хоть кисель без сахара. Да, как будто такой ягодный киселечек. Сделала себе заказ. Заказываем в Ленте, когда лень ехать. А так как Игорь сегодня уехал, и его нет дома, у него какая-то встреча, то я сделала заказ в Ленте. Постоянно заказываю там. Очень удобная доставка практически везде. По городу. А считай, я живу за городом, и к нам все равно доставляют. Это очень удобно. Если у меня получится, я сейчас вам оставлю вот здесь промокод на скидку. А пока покажу, что я заказала. Это у нас такой гром, что в машине срабатывает сигнализация. Во-первых, обязательно это молоко. Итак, у нас тут 4 пачки молока. Бутылки, одна бутылка кефира, одна бутылка ряженки, одна бутылка сливок 20%. Также из молочки снежок, сметана, сыр, молочные ломтики, масло, сгущённое молоко. Так, дальше хлеб. Это вот этот хлеб их производства, какой-то вкусный. Там я не помню, с чем я взяла. Здесь у меня мясо, мираторг, говядина, мраморная говядина. Это всё Артём, он очень любит мясо, без мяса жить не может. Колбаса докторская, дочь любит. Хлеб обычный, дачный, две булочки. Плюшки московских просто с сахаром. И здесь и кошкам корм. Вот. Всё, что я заказала кошкам Минюши. Вот такая была записочка. Спасибо большое за заказ. Хорошего дня. Ну, не милочь, а приятно. Да, как бы я их, конечно же, выбрасываю. Но всё равно приятно. Какое-то личное вложение. Вот. Так что, в принципе, заказом в ленте я довольна. Главное иметь скидочную карту, которую можно оформить прямо в приложении. У меня, на самом деле, очень много заказов. Я уже сделала. Несколько лет там заказываю. Если вы ещё не заказывали, то попробуйте. На самом деле, очень удобно делать заказы онлайн. Потому что не нужно тратить физически время, да, даже на дорогу до магазина. Не нужно там это ходить выбирать. Выбрать в телефоне. Всё гораздо удобнее. Не нужно это всё тащить. Эта тяжесть. Потому что я обычно заказываю. У меня заказ минимум там от трёх тысяч и выше обычно. Сразу всё, что нужно. И чтобы я вот это всё тащила мужа, если дома нет, сына нет, то это всё. Это всё. Зачем мне это самой всё тащить? Тут тебе всё принесли, поставили в квартиру. Мне очень нравится. Поэтому есть промо-коды, есть купоны, по которым можно получать хорошие скидки. Ну, плюс к тому, что я сказала, карту заведите в приложении. Указывайте всегда купоны. Там вот сейчас есть до 31 июля несколько дней, в которые можно максимальную выгоду получить. Некоторые скидки будут суммироваться. Вот я вам здесь вставляю баннеры. Под видео я вам пропишу ещё вот эти все скидки, купоны. Указывайте, получайте максимальные скидки. Оставляю свою ссылку для скачивания приложения Лента онлайн. Кто ещё не пробовал, не пользовался этими услугами, скачивайте приложение по ссылочке и используйте выгодно все эти купоны. Получайте максимальный скидк. Я думаю, вам понравится и вы оцените. Это я уже несколько лет, как вы поняли, делаю так. Также я вам хочу показать свои бьюти-боксы. Вы у меня часто спрашиваете, что бы я посоветовала купить. И я решила сделать вот такие боксы. Здесь я собрала те продукты, которые мне самой действительно нравятся. Вот это у меня бьюти-бокс под номером 1. Здесь есть и декоративная косметика. Здесь тушь Art Deco, которая на данный момент является моей самой любимой тушью. В ней маленькая щёточка силиконовая. Она классно красит и не делает паучьи лапки. Гель для тела, коллаген, дезодорант, кристалл. Это сыворотка с пробиотиком, которая очень классно восстанавливает кожу. Это крем для рук с муцином улитки. Стоит такой бокс 2900 рублей. И второй бокс за такую же стоимость. Здесь также есть крем для тела корейский с оливой. Здесь американский плампер для губ физишнс формула в таком цвете, который подойдёт каждый. Он прозрачный, с мерцающими частицами. Опять же дезодорант, кристалл. И патчи миорелаксанты, которые хорошо разглаживают морщину, увлажняют кожу. Также я сюда положила масочку от Faberlic Green Karma, которая является сейчас моей самой любимой. Она классно выравнивает и омолаживает кожу. Выравнивает тон, придаёт тонус. Очень хорошая масочка. Но она в каталоге стоит достаточно дорого. Я решила её положить сюда. Стоимость этого бокса также 2900 рублей. Эти два бокса я по России вам отправлю. Бесплатно. Я имею в виду бесплатная доставка. Оплата только за сам бокс. 2900 рублей. Я надеюсь, вам понравится моя идея. И вы захотите себе приобрести такой бокс. Здесь у меня наклеечки. Почтой России буду отправлять. Продолжение следует...